Такие сюрпризы готовит Калязин, отличная пешеходная дорожка, всем рекомендую прогуляться здесь вечером. Все, друзья, электричка высадила меня здесь, и на этом связь с цивилизацией заканчивается. Когда из худшего выбираешь лучшее, то получается что-то вот такое. Это Калязин, детка. Вы же знаете, что я люблю всякую дрянь пробовать, да? Но улитки, улитки обещаю, первый и последний раз в жизни вот я это пробую, это импортозамещение Ла-Манша. Это единственная опция, которая мне была доступна. Все. Алкополис. Ну ладно, сломан. Все не так плохо. Привет, дорогие друзья! С вами Кристина Долголапцева, и сегодня мы говорим о путешествиях. Причем не каких-нибудь там изысканных, необычных. Нет, самые простые поездки, которые, казалось бы, должны быть доступны каждому. О путешествиях по центральной России. Не так давно я посмотрела четыре города. Кимры, Углич, Калязин и Рыбинск. Это города, которые либо входят в Золотое кольцо России, либо стремятся туда попасть. Расстояние позволяет приехать из Москвы, например, туда на выходные. Поэтому, ну, такая поездка, мне кажется, какое-то время затратное, трудоемкое, что там придется как-то готовиться к ней специально. Какое-то огромное количество ресурсов на это все выделять. Но, тем не менее, как всегда, здесь есть свои нюансы, и их мы с вами обсудим в этом видео. Значит, я сразу скажу, что это не туристический путеводитель, а скорее мои рассуждения, наблюдения о том, как улучшить туристический потенциал России. Конечно, сейчас прозвучит критика, но она такая вот доброжелательная, потому что иногда у меня просто болит сердечко смотреть, как разрушается культурно-историческое наследие. И поэтому я решила записать это видео. Я путешествовала немало, и на примере этих четырех городов хотела бы показать, что именно можно улучшить, исправить. И как вообще подойти с творческим таким порывом к нашему наследию, к нашим городам и сделать их более привлекательными для туристов. Кимры нуждаются в тотальном ремонте. И основательные зачистки от рекламы. Рестораны здесь, кажется, используются только в двух случаях. Во время свадьбы или похорон. Да, жители здесь, кстати, очень изобретательные, и малый бизнес процветает, особенно возле вокзалов. Все, друзья, электричка высадила меня здесь, и на этом связь с цивилизацией заканчивается. Привокзальные площади – это топ топов жутких мест в наших городах. Потому что там вы увидите все, чего видеть, по идее, не должны. И как бы даже складывается впечатление, что исторический центр, либо какой-то культурный объект существует вообще вне всего. Он как будто вырван из контекста, и туристов вообще можно привозить на автобусе с закрытыми глазами, и потом только выпускать их отдельно на этих объектах, и потом отправлять дальше, снова завязав им глаза. В общем, мне кажется, так быть не должно. То есть только хозяин с помешательством поведет гостя сначала в чулан, а потом покажет ему парадную часть дома. Ну, это же нелогично, правильно? И поэтому я думаю, что прежде всего нужно понять, какими маршрутами ходят туристы, и сначала облагораживать именно вот эти территории. Это не так уж сложно, как кажется. Внутри некогда роскошных зданий гуляет ветер, и для них пытаются подобрать бизнесмена, который превратит их в уродливое нечто. Ну, а деревянный модерн, которым так славятся кимры, тоже потихоньку приходит в упадок. Правда, есть хорошо отреставрированные дома, но это скорее исключение, нежели правило. Пандемия и программа туристического кэшбэка, которую правительство реализовывало в 2020 году, конечно, во многом способствовали тому, чтобы поставить туристическую отрасль на ноги. Но фишка в том, что половинчатые меры плохо работают и не дают результата, которым можно гордиться. Ну, например, в городах на Волге сами собой бросятся рыбные рестораны. Ну, как-то странно, когда город стоит на такой большой реке, и нет ни одного заведения, где можно отведать свежие рыбы. Ну, или, например, в городах с богатым архитектурным наследием ожидаешь качественную реставрацию, которая следует принципам исторического соответствия. Что мы видим? Либо здание находится в жутчайшем просто состоянии, и его хотят уже снести, и активисты как-то местные борются за его существование. Либо здание находится в не менее жутком состоянии, но там все поменялись, сделали какие-то пластиковые окна. И, ну, вообще оно претендует на, не знаю, на выставку какого-то худшего в мире евроремонта. И, знаете, вот я, например, когда увидела в Угличе улицу с полуратрушенными домами, над которыми реставраторы еще не потрудились, я подумала, как хорошо все-таки, что они сохранились в таком виде. Значит, что они еще не испорчены, что у них есть шанс. В целом, кимры выглядят очень пестро, и их застройка напоминает лоскутное одеяло по своему состоянию. Где-то здания отреставрированы хорошо, но это скорее зависит от владельца. А где-то к ним вообще не прикасалась рука человека, наверное, не знаю, с прошлого века. И здания просто разваливаются на глазах. Конечно, обидно, потому что, если проявить фантазию, то можно представить кимры в гораздо лучшем свете. Но, видно, никто не заинтересован в этом, и есть вот такого вот примера дома. Когда из худшего выбираешь лучшее, то получается что-то вот такое. Гостиницу в городе снять практически невозможно, ну, а счастливчикам попадаются сомнительные условия. Ну, и от ряда остановок в Кимрах лучше держаться подальше, если дорогая жизнь. Визитная карточка каждого города – это краеведческий музей. Керамика, бронзовые наконечники, части тела мамонта, шерстистого носорога. Ну, все мы примерно представляем, что можно увидеть в краеведческом музее. И, как бы, я понимаю логику, когда вот создавались подобные музеи, даже одобряю в каком-то смысле слова. Но сейчас 21 век, и нужно все это дело как-то модернизировать, вносить туда какие-то интересные элементы. И вообще творческий подход, он очень необходим, потому что туристы, они будут ехать за какой-то диковинкой. Они будут ехать за чем-то необычным. Конечно, рассказать об истории края – это хорошо и правильно, и дать вот такое общее представление. Но нужна какая-то вот фишка, ради которой люди отправятся специально в путь, и которые скажут, да, вот это есть здесь, и этого нет больше нигде. Вот это хороший, правильный, разумный подход. Лично мне музей в Кимрах понравился, в нем есть душа. Особенно запоминаются работы Ивана Аболяева. Это фигуры из дерева, которые отражают сценки из жизни, очень выразительные и запоминающиеся. Не менее интересная экспозиция, посвященная сапоженному ремеслу, которым исторически славятся Кимры. Если вы отправляетесь в Калязин без машины, то вам придется подстраиваться под местный транспорт. Вот такой вот поезд из двух вагонов. Как только вы приедете в Калязин, он вас удивит. В принципе, хорошей застройкой, но, да, реклама никуда не исчезает. Если заглянуть за высокие заборы, можно найти много для себя интересного. И жителям, которые приехали из большого города и мало путешествовали, наверняка будет интереснее, чем в музее. Ну, да, в целом состояние зданий тоже оставляет желать лучшего. Но, знаете, вот здание администрации выглядит очень даже ничего. Уверена, я не первый турист, который придумывает вариации на тему Пизанской башни, но вообще пространство для прогулок здесь достаточно ограничено. Конечно, многое сделано, и это заметно, что Калязин приводится в порядок. Но пока все не так хорошо, и это, к сожалению, город на один день. Такие сюрпризы готовит Калязин. Отличная пешеходная дорожка. Всем рекомендую прогуляться здесь вечером. Да, такой непростой путь вам предстоит до церкви 18 века, где в 1920-е годы открыли Краеведческий музей. Сейчас-то можно посмотреть фрески из затопленного монастыря. Знаете, тут, конечно, состояние тоже не самое топовое, но пусть лучше будет так, чем мерзко распишут. Церковь Вознесения Господня выглядит, конечно, гораздо лучше, но она находится ближе к центру. Кстати, обратите внимание, справа памятник Скопину Шульскому. Ну что, друзья, 4.30 утра, и я иду снимать рассвет. Все пустынно, так красиво поют птицы. Вот так, посмотрите, планируют реконструировать монастырь. Ну, по-моему, ерунда какая-то. При поездках по классным, замечательным городам России, из которых можно было сделать конфетку, которые могли бы не уступать какому-нибудь бельгийскому брюге только в России, на глаза наворачиваются слезы, потому что ты видишь, как разрушается культурно-историческое наследие, и бонусом получаешь квест, потому что транспорт, гостиницы, городская инфраструктура, все это не предусмотрено для туризма. Как человек, который много путешествовал, замечу, что стоимость таких поездок не соответствует уровню тех услуг, которые, по идее, турист должен за них получать. Кстати, поделитесь в комментариях своим опытом, интересно почитать, какие у вас были впечатления от поездок по России. Все мое путешествие было подстроено под транспорт, который ходит очень редко, и поскольку у меня было много времени, я не знала, чем заняться, и поэтому отправилась дегустировать улиток. Вы же знаете, что я люблю всякую дрянь пробовать, да? Но улитки, улитки, обещаю, первый и последний раз в жизни вот я это пробую, это импортозамещение Ла-Манша. Ну ладно, вот вам. Все не так плохо. Посажные медиа. Углич Углич традиционно встречает странными заведениями возле вокзала и сомнительными зданиями, отделанными непонятно чем. Я даже подошла поближе, чтобы убедиться, что мои глаза меня не обманывают, но историческая застройка тоже страдает. Это Угличская ГЭС, вот ради чего затапливает большое количество храмов. Ну и вот, собственно, храмы. Здесь сочетается несочетаемое. Интересно было бы увидеть Углич до того, как над ним поработали большевики. Не все храмы открыты, но они потрясающие. Как видите, сам город выглядит не всегда хорошо. Он очень пыльный, местами грязный, много рекламы, но есть прикольное кафе, которое наверняка понравится хипстерам. Я не хипстер, но мне понравилось. Но, тем не менее, те минусы, связанные с городской средой, они все-таки в каком-то смысле перевешивают достоинства, которые все-таки можно отметить в этом городе. Ну и да, много архитектуры нуждается в руке хорошего хозяина. Я добралась даже до ГЭС. Посмотрите, как бурлит вода. Это все, что я вам могу показать. Режимный объект, все дела. Испытания пазиком я прохожу уже раздесят, наверное, в своей жизни. И это всегда связано с максимально болезненными впечатлениями. Междугородний транспорт – это боль. И дело даже не столько в старом автопарке, хотя в нем тоже, сколько в отратительном расписании или вообще в отсутствии рейсов. И государство самоустранилось в решении вот этих транспортных проблем и отдало все на откуп бизнесу. Тот, естественно, пытается сделать несчастные доходяги-пазики самоукупаемыми. И от этого страдают простые люди. Они вынуждены два часа трястись в душных, переполненных автобусах, стоя, чтобы проехать несчастные полсотни километров. И это просто издевательство. С этим понятно, что нужно что-то делать. В Рыбинск невозможно не влюбиться. Исторические центры здесь выглядят действительно круто, причесано. Он очень хорошо отделан. И посмотрите, какие вывески я настоятельно рекомендую посетить этот город. Здесь великолепно обыграна ностальгия о прошлом. И даже Ленин похож не на революционера, а на богатого купца. Рыбинск на самом деле должен стать образцом для всей России. Избавиться от уродливой рекламы и привести к единообразию вывески. Что может быть проще? И к тому же это не так дорого, но преображает город моментально. То есть это рабочая схема, мне кажется, ее нужно практиковать везде. Не обязательно, конечно, дореволюционный шрифт оставлять, но это действительно хорошая практика, которую можно применять. Это очень инстаграмный город, и у бизнеса есть все шансы попиариться. И это несмотря на то, что здесь классный вообще городской музей, где огромная коллекция картин собрана известных мастеров. Но за пределами исторического центра вы найдете все те проблемы, о которых я говорила раньше. То есть исторический центр находится в отрыве от остальной части города, где такая же разруха, где свои проблемы. Но тут есть самокаты, а значит, туристы останутся довольны. Если мы не испортим то, что имеем, а приумножим, сохраним, как-то приукрасим, подойдем грамотно, одним словом, к тому, что у нас есть, то у туризма в России, я думаю, есть все шансы на долгую и счастливую жизнь. Главное – усвоить уроки прошлого и не повторить их в будущем. Чтобы не пропустить ничего интересного, обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пересылайте это видео всем, кому может быть интересно. Ну и также заглядывайте в описание к видео, там вы найдете ссылку на все соцсети. Там я тоже публикую много чего нового, полезного, интересного. С вами была Кристина Долголаптева. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok